Всем привет! Я никак не могу начать это видео, и если я не скажу просто-напросто так, как есть, у меня сегодня ничего не получится. Это то, к чему я пришла, то, чего я буду придерживаться. Я попробовала работать со специалистами, и я не вижу каких-то особенных эффектов, поэтому, аллилуйя, начало положено, я за домашний уход. Я считаю, что то, что мы, девушки, сами можем сделать дома, вообще не уступает по эффективности каким-то процедурам, каким-то занятиям, которые мы будем делать или делаем со специалистами в спортзале, в салонах. Поэтому пусть это видео будет для вас и для меня, в первую очередь, мотивацией для того, чтобы в первую очередь ухаживать за собой дома и регулярно это делать. Я вам как-то зимой говорила, что планирую начать заниматься с персональным тренером. Я это сделала, я дала себе 3 месяца, но на это решение у меня была очень весомая причина, она до сих пор есть, это грыжа. И сама я никогда не смогу привести свой живот в идеальный вид, чтобы он был таким максимально подтянутым. В этом мне поможет только операция. Но вы знаете, прозанимавшись 3 месяца, 3 раза в неделю, о господи, это занимает столько времени, это очень дорого стоит. И в конечном итоге я также не могу сказать, что благодаря спортзалу и вот этим тренировкам у меня есть какой-то супер-мега результат. Я очень рада тому, что мой тренер помог мне правильно разобраться с какой-то техникой, показал те упражнения, которые мне можно делать, рассказал о том, что мне категорически нельзя выполнять, и я очень рада вернуться к моей Кате. И возможно это странно, но мне так удобнее, мне так комфортнее, мне больше в радость, мне больше в кайф, когда у меня нет четкого графика, там понедельник, вторник, пятница, но у меня есть план действий, у меня есть готовые тренировки, которые я включаю тогда, когда у меня есть силы, когда у меня очень много энергии, и когда мне не нужно четко планировать свой день, что там вот в 9 часов утра, каждый понедельник я должна быть в спортзале. Если этот вариант для вас, то чудесно, но тренировки Кати, Катя это мое солнышко, это профессиональный тренер, Катя тоже ютубер, у нее есть свой канал, у нее очень много бесплатных тренировок, но ее шестинедельная программа это бомба, я к ней уже вернулась, я начала заниматься, и это, не знаю, настолько меня мотивирует, вот, наверное, ощущение того, что это не просто какой-то тренер, который делает тренировки, возможно, потому что Катя немножко пускает свою жизнь, она такая же обычная девушка, как все мы, а не человек, который живет в спортзале со своими делами, со своими хлопотами, и она меня очень сильно мотивирует. Если вы еще не знакомы с Катей, то я оставлю вам ссылку внизу, и самое главное то, что ее тренировки очень эффективны, заглядывайте на ее страничку в инстаграме, вы сами посмотрите результат до и после, я просто теперь знаю, какие упражнения мне можно выполнять, какие нельзя, и также, как правильно работать с весом, потому что тело привыкает, нагрузку нужно увеличивать, и вот, когда мне просто хочется выйти из дому, если вы тоже работаете дома, если у вас дети, быт, дом, то иногда наступает момент, когда тебе хочется хлопнуть дверью, забыть обо всем и пойти в спортзал. Так вот, я иду в спортзал, включаю тренировку Кати и занимаюсь сама. Также я бегаю на беговой дорожке час без проблем, я вижу, что выносливость у меня изменилась благодаря занятиям с тренером, возможно, я когда-то к этому вернусь. Может, это не совсем тот тренер, который помог мне получить желаемый результат, но в первую очередь я занимаюсь спортом для здоровья, для того, чтобы я хорошо себя чувствовала, у меня пропала бессонница, и иногда просто хочется что-то поменять, чтобы иметь сравнение, но я очень-очень рада вернуться к моим домашним тренировкам или к тем же тренировкам, только в зале. Вот, все эти тренировки доступны на YouTube бесплатно, вы также можете заниматься, давайте вместе. Также, девочки, хочу с вами поделиться контактами, ну, точнее, просто дать вам наводку на недорогую спортивную форму сейчас. Если вы смотрите мой канал не первый год, то наверняка название Argo Fitness вам уже знакомо, и вот сколько года, три, наверное, я занимаюсь в их форме, и даже то, что я заказывала давным-давно, просто в идеальном состоянии, сейчас у меня появилось несколько костюмчиков, я вам также оставлю ссылки, они очень хорошего качества, они не ластироваются, не теряют свой цвет, не вытягиваются, и лосины не просвечиваются. Мне нравится наряжаться даже дома, у них есть и лосины, и также короткие штанишки, ну, как они, бриджи, капри, как они правильно называются, сейчас все у нас поголовно профессиональные стилисты, визажисты, тут попробую сказать что-то не так. Единственное, что вот эта модель, вот этого костюмчика, да, она спереди специально сделана такой слегка просвечивающейся, учитывайте, а остальные обалденные, некоторые даже прям подтягивают фигуру, и для того, чтобы хорошо, красиво выглядеть, себя мотивировать, я советую вам купить хорошую форму, и вовсе не обязательно тратить какие-то баснословные деньги. Что касается занятий спортом, это все, с бегом все понятно, только вот такой момент, что на беговой дорожке мне проще бегать, у меня не так сильно устают ноги, и, наверное, это легче для самого организма, но после бега по неровной поверхности у меня иногда болят ноги, поэтому я выбираю беговую дорожку, но сейчас вот весна, лето, может, буду бегать на свежем воздухе чаще, потому что я это делаю, но не так часто, как хотелось бы. Теперь вообще чистосердечное признание, я немножко запустила уход за телом, мне казалось, что раз я столько тренируюсь, этого достаточно. Не тут-то было, и вообще, вы можете спорить со мной до бесконечности, но я говорю лично о себе. Если у вас по-другому, я вам завидую белой завистью. Я заметила, что после 30 гораздо сложнее похудеть, подтянуть тело и избавиться от целлюлита. То есть тело как бы теряет свою упругость. Я сейчас не говорю только о животе или о бедрах, или еще о чем-то, я говорю в принципе, и о лице мы тоже будем сегодня говорить, о массаже я покажу, чем и как я пользуюсь. Короче говоря, сегодня все то, что мы можем сделать сами дома. Я вернулась к сухому массажу. Сначала это не самая приятная процедура, честно говоря. И вот у меня есть такая щетка от The Body Shop. У них есть еще и круглая, но у меня ее нет. Никак не докуплю, кстати. Вот это, наверное, должна быть мотивация для меня в первую очередь, потому что натуральная щетина как-то приятнее. Вот это как наждачка для тела. Но если вы любите жесткий вариант, то вот это из iHerb тоже вполне подойдет. Что за сухой массаж, как правильно его делаете вообще, кому он нужен. Я думаю, что вы и так без меня знаете. Просто я хочу, чтобы это была такая напоминалка и для меня, и для вас. Потому что я перестала это делать где-то на полгода. И я вижу, что ситуация как бы, уля, ухудшается, время тоже идет. Давай, возвращайся к тому, чем ты занималась раньше, потому что это реально работает. Сухое тело массажируем, как бы расчесываем, не в душе. Я это делаю вечером перед душем, мне так удобнее. И эти штуки очень действенные. Просто выбирайте те щетки, которые доступны у вас, какие вам нравятся по дизайну. Все они работают приблизительно одинаково. Но я предпочитаю те с натуральной щетиной. После массажа я наношу масло для тела. Это очень быстро. Но некоторые масла прям такие вязкие. То недостаточно увлажняют, то они не впитываются, то неприятно пахнут. Я сейчас пользуюсь вот этим Bio Oil. Если помните, во время второй беременности я также показывала такую баночку, только у меня был формат поменьше. Это средство хорошо подходит тем, кто активно занимается спортом, кто худеет. Также можно пользоваться мамочком. Оно предотвращает появление растяжек. Здесь смесь сразу нескольких масел. В том числе присутствуют эфирные масла, витамины А и Е. Насколько я помню, есть натуральное масло ромашки, лаванды, календулы. И все это хорошо влияет на упругость, на эластичность нашей кожи. Мне нравится то, что масло Bio Oil быстро впитывается, не оставляет какой-то неприятной жирной пленки. Тело после него не скользкое, при этом очень хорошо напитанное, кожа мягчайшая. И отдушка у него такая ненавязчивая, натуральная. Но, как мне кажется, она подойдет, понравится всем. И оно очень экономно в использовании. Я, на самом деле, пользуюсь им каждый вечер. Достаточно нескольких капель. И я все это наношу на сухое тело. И мне достаточно небольшого количества. Его, кстати, также можно использовать для лица. О массаже лица я расскажу, я давно обещала. И сейчас у Bio Oil еще и появилась вот такая новинка. Это гель для сухой кожи. Интересная штука, но я пока что ею не пользовалась. Поэтому в следующий раз поделюсь с вами. Масло также можно добавлять в самый лучший скраб для вашего тела, после которого вы не узнаете вашу кожу. Все эти кофейные скрабы настолько дорогие в интернете. Я предлагаю вам сделать вот что. Если вы не пьете кофе, то покупаем перемолотый кофе. Берем масло. Здесь уже есть эфирные масла, поэтому не придется заморачиваться. Добавляем небольшое количество. А если вы такой же кофеман, как я, то берем жмых. Смешиваем его с маслом. Но не перебарщивайте. Не стоит тратить хорошее средство впустую. Массируем свое тело. Смываем его. И после такого домашнего скраба буквально за копейки ваша кожа будет мягчайшей, обновленной. Эффект бомбический. Поверьте мне на слово. Также я вернулась к массажу баночкой. Но проверьте, нет ли у вас противопоказаний. Потому что если где-то на теле есть сеточка, то стоит избегать такой процедуры. Но вот эта вещица, не покупайте ее в Сифоре. Так как сделала я. Потому что она стоит копейки. Но мне приспичило. Я купила баночку. И когда-то ею пользовалась регулярно. Она так быстро справляется с целлюлитом. Так быстро приводит тело в тонус. И для этого нам понадобится опять же масло. Я пользуюсь Bio Oil. Хотя жалко. Потому что для такого массажа нужно чуть больше. Чтобы баночка хорошо скользила. Итак, прижимаем баночку. О, знаете что? Есть еще и китайские баночки в аптеках. Тоже без проблем можете купить. Ну, в сети их навалом. Короче говоря, засасываем кожу. Но не переусердствуйте. Без фанатизма. И массажируем. Я вот такими круговыми движениями. Снизу вверх. Это делаю. Массируем проблемные места. Вот. Теперь я сказала это вам. Буду делать регулярно. Чтобы не получилось так, что я тут рассказываю сказки. А сама все это сложу в какую-то коробку. Или в комод в ванной комнате. Все. Теперь я обязана делать это регулярно. Давайте расскажу вам о массаже лица. Потому что вы давно запрашивали такое видео. Так вот. У меня два массажера. Вот такой. От The Body Shop. И тут все просто. Я выполняю им только 4 движения. Конечно, массажеры это не то же самое, что массаж у профессионала. Но я скажу вам честно, что если бы мне нужно было ездить в какую-то точку Кракова на массаж лица. И потом еще на тренировку. И к косметологу. И на маникюр. Я бы только этим и занималась. Иногда по моим видео, наверное, так и кажется. Что девочка просто сидит и красится пол дня. Возит туда-сюда детей. На самом деле я просто не снимаю процесс своей работы. Но это не значит, что я ничем другим не занимаюсь. Так вот. Это не то же самое. Это не волшебное устройство от морщин и всех бед на свете. Но когда вы начинаете пользоваться таким массажером для лица. Вы понимаете, насколько сильно оно было до этого напряжено. То есть очень часто мы сами даже не осознаем, что мы хмурим брови. Или что мы их поднимаем. Ну вот знаете, по себе не замечаешь. Я когда монтирую видео, думаю, почему у меня постоянно вот эта бровь как бы поднята, а вторая нет. Я это вижу. Также массажеры для лица вот такого плана выполняют хорошую лимфодренажную функцию. Что это значит? Говоря простыми словами, когда мы начинаем стареть, то вода в наших клетках задерживается гораздо дольше. И я не знаю, как вы, но я вижу ту разницу. Когда мне было 20 лет, я могла спать несколько часов или могла проспать 12 часов. Просыпаешься там туда-сюда полчаса и выглядишь свеженько, отдохнувшей, не запухшей. А тут не спишь, получи спала еще хуже. И потом полдня приходишь в себя, приводишь себя в норму. Особенно это ощущается после перелетов. То есть во всех поездках я всегда в высыпаниях, запухшая, какая-то заплывшая. Но сейчас такой номер не проходит. И, кстати, в поездках даже массажеры не спасают. Но когда я дома регулярно делаю такие массажи, то явно видно, что лицо более подтянутое. Кстати, девочки, теперь вы со мной поделитесь, что вы делаете с этой областью. Потому что я начинаю замечать конкретное провисание. И может есть какие-то упражнения. Господи, в моей жизни не хватает только гимнастики для второго подбородка. Ну, а что делать? Короче говоря, делитесь своими техниками, своими какими-то наработками. Мне будет интересно, буду тоже вместе с вами бороться. Этот массажер от The Body Shop я использую исключительно с маслом. Потому что иначе вы будете растягивать свою кожу. И вот мы наносим масло на тоник или на сухое лицо. Тут уже на ваше усмотрение. И выполняем массаж таким образом. Я провожу, ну не знаю, я могу даже 10 минут делать массаж лица. Меня это очень расслабляет. Я чувствую легкое покалывание, как приливает кровь, как происходят какие-то приятные, надеюсь, полезные процессы в моей коже. И потом все хорошо впитывается. Так, не отходим от темы. Вот таким образом веду. Потом по этой линии прохожу. И вот когда я перестала регулярно делать эти массажи, девочки, серьезно, я вижу, что все меняется с месяца на месяц. Я такая, о-о, весной нужно что-то делать. У меня какое-то такое просвещение наступило весной. Значит, я всегда начинаю отсюда. Потом здесь на лбу таким образом. Раз, два, три. Ну, или просто раз, два, три. Как там вам удобно. Главное, чтобы наши мышцы расслабились. И на шее то же самое. Вот таким образом. Только на шею тоже наносим масло. И массажируем, пока нам это не надоест. Это очень приятно. Так, как я сказала, даже после массажа ты ощущаешь, что ты сделала полезное дело. Или сделал. Что касается нефритового роллера, то он выполняет все то же самое. Но мне кажется, что вот этот работает круче. Вот этот нефритовый массажер выполнен из камня натурального. Если вы купили что-то в интернете, и оно теплое, значит он пластиковый. Это не то. Есть еще и кварцевые, но я вот этот покупала на iHerb. Итак, у меня есть целая инструкция. Сейчас, секунду. Дело в том, что вот такими роллерами, просто так непроизвольно, лучше не водить по лицу. Я наношу сыворотку, любую. И начинаю выполнять массаж. Я веду таким образом. Вот, кстати, это очень приятно. Он такой холодный. Если его держать в холодильнике, то вообще классно. Так, дальше, именно от центра лица к уху, вот этой стороной, лоб, вот так, потом в другую сторону. Ой, мои высыпания, сейчас сотру весь этот корректор. Я все борюсь с последствиями корейской маски. Вот это, это просто фейл года. Можно также проводить по шее. Также вот такие движения выполняю. И в самом конце использую вот эту маленькую сторону, таким образом. От внешнего уголка глаза ко внутреннему. Иногда даже вот сверху массирую, но это не очень приятно. Вот таким образом, чтобы тоже прогнать отсюда лишнюю воду, потому что она мне здесь не нужна. А под глазами иногда тоже подпухает, особенно вот здесь. То есть я это начала замечать где-то года два тому назад, когда мне стало 29. Вот. Конечно, я не могу не вспомнить о гирлаке дома. Я много раз показывала вам свой набор, свои любимые средства. И я признаюсь честно, что я иногда хожу в салон. Раньше у меня не было вообще хорошего мастера. Иногда мне хочется развеяться, просто поболтать. А Алина, у которой я была несколько раз, она такая веселушка. Всегда с ней быстро время пролетает. Но, к сожалению, не всегда есть время ехать именно в салон. И также возможность, согласитесь, это не дешевое удовольствие. Если один раз потратиться купить набор с вашими любимыми цветами, то вам его хватит на много-много лет. И при этом мы сэкономим время. И стоит чуть-чуть потренироваться, поучиться. И я могу сказать, что с фрезером все гораздо быстрее и проще. И почему я не снимаю такое видео, я стесняюсь. Потому что я не настолько хорошо делаю маникюр. Но вот сам процесс, как мне кажется, он такой немножко хаотичный. Поэтому я просто-напросто стесняюсь. Тоже признаюсь вам честно, меня смотрят также профессионалы. И я не хочу облажаться. И я также, как все, пробую, учусь, стараюсь. И я всегда довольна результатом. У меня все нормально держится. Теперь давайте поговорим о пилингах дома. Я не буду сейчас рассказывать весной, летом о кислотных пилингах. Но я поняла, что я все-таки буду их делать сама дома. Потому что я не вижу какой-то разницы. То есть это все настолько просто, безопасно. Когда ты слушаешь свою кожу, когда ты видишь. И когда не экспериментируешь так, как я в последнее время. Но то, что хочется вам посоветовать, это бренд Holy Land. Это тот пилинг, который вы сейчас можете делать. Это молочный пилинг. Он чуть-чуть отшелушивает. Но это настолько бережное. Вообще молочную кислоту используют для того, чтобы как-то смягчить кожу. Больше ее увлажнить. И молочная кислота подходит каждому типу кожи. И вы можете пользоваться таким пилингом даже когда очень жарко за окном. Когда лето. Кстати, это профессиональный бренд. И этот же пилинг мне выполняли в салоне. То есть я посмотрела, как там все правильно делать. И поняла, что дома все точно так же. Все я делала пункт по пункту. Может это не настолько удобно. Но для меня это не составляет труда. Значит после того, как я очищаю кожу, я наношу этот пилинг. И это такая крем-маска, скажем так. Дальше я беру небольшое махровое полотенце. Но главное такое подлиннее. Я сейчас объясню почему. Мочу его в теплой воде. И обкладываю лицо. И так лежу минут 10. Но с остается нетронутым. Ну да ладно. И пилинг очень хорошо работает. Дальше я все это скатываю. И кожа такая мягусенькая после него. Это фантастическое средство. Мне нравятся всякие энзимные пилинги. Элемис есть. Но как-то вот мне кажется, что Холиленд более популярен, чем Элемис. Все вот эти энзимные пилинги тоже можно делать. Дома энзимную пудру можно использовать. И также то, что профессионалы часто используют в салонах. Это альгинатные маски. У меня вот такая от бренда Биленда. Но я сейчас пробую разные. Если у вас есть любимые, которые дают такой же результат, как в салоне. Делитесь с нами. Я с удовольствием почитаю все комментарии. Это альгинатная маска с витаминами. Она очень хорошо и быстро размешивается. Здесь написаны все пропорции для каждого типа кожи. То есть это вот такой порошок. И вообще можно купить поменьше. Я просто проверила. Мне она понравилась. И я взяла вот такую большую банку. Но есть такие порционные. То есть можно взять несколько на пробу. Я обязательно прочитаю все комментарии. И выпишу те, которые стоит приобрести. Берем небольшое количество. Размешиваем все это с теплой водой. Наносим на лицо. И эта маска очень хорошо выравнивает оттенок кожи. Увлажняет. То есть после альгинатной маски кожа как обновленная. Такая знаете успокоенная. Увлажненная. Восстановленная. На ней нет ни единой складочки. В общем альгинатные маски это особый кайф для нашей кожи. И я могу с уверенностью сказать, что я поняла в чем суть альгинатных масок. Только благодаря тому, что я несколько раз побывала у косметолога. И вот теперь то же самое могу выполнять дома. Еще это не совсем процедура. Но так как это недорогие средства. Мне хочется поделиться с вами своими находками. Я очень светлая сама по себе. Я белее чем стены в самом белом помещении. Именно в зимнее время года. И многие автозагары на мне смотрятся какими-то такими неестественными. Рыжими, оранжевыми. Я уже не говорю о том, что я проходила с оранжевыми руками. И как бы пробовала те подороже. Я спрашивала у вас, какие вы мне советуете. Можете тоже почитать в моем инстаграме. Девочки делились своим опытом. Но я как-то зашла в первый попавшийся магазин. И купила самое бюджетное средство. Это именно автозагар. Он не дает увлажнения. Но главное, что он придает нормальный человеческий оттенок нашей кожи. Если вам так же, как мне, нравится чуть-чуть загорелое тело. Его так же можно наслаивать. То есть можно использовать несколько дней подряд. И он, кстати, смывается тоже нормально. Они сходят пятнами. И вы не станете мулаткой после него. Это бренд Colastina. Еще от Eveline. Есть неплохой. Я покажу вам в новинках этой весны. Тоже им пробовала пользоваться. Мне кажется, что Eveline более такой обширно доступный бренд. Но вот этот Colastina тоже хороший. У меня как-то моя близкая подруга уже сейчас работала там директором маркетинга. И много чего рассказывала. В общем, это не уходовое средство. Это просто хороший автозагар для таких бледнокожих, как я. И для лица я пользуюсь вот такими капельками. Сейчас временно не использую, потому что привожу свою кожу в порядок. Это марка Belenda. Опять же, польский бренд. Это что-то наподобие капелек Clorans и Calistar. У меня не было ни тех, ни других. Мне почему-то кажется, что они дают более явный результат. То есть интенсивный оттенок. Вот это легкий загар в бутылочке. Я наношу его поверх ухода несколько раз в неделю. И, кстати, когда у меня есть какие-то высыпания, и потом они проходят, вот эти красные точки, пока от них избавишься. А когда пользуешься таким хотя бы легчайшим автозагаром, то потом как-то свежее, без макияжа. В общем, мне нравится пользоваться автозагарами. Вот этот имеет легкий аромат. И он не отпечатывается на постели. Но все-таки я советую наносить небольшое количество и ждать, пока все впитается. Только потом ложится в кровать, иначе я не могу гарантировать, что там произойдет. Но я наношу автозагар, потом выполняю какие-то процедуры для лица. Все впитывается и нормально. Утром я могу сама с собой выдержать, потому что после некоторых загаров хочется моментально помыться, а утром какой-то караул. Вот эти два средства мне очень нравятся и они не стоят дорого. Теперь покажу вам гаджет. Даже два. Один из них это New Face. Мне его подарили Look Fantastic. Он был в рассылке на 8 марта. И я не так долго им пользуюсь, но я знаю, как микротоки влияют на лицо. Но я как-то прошла целый курс микротоков у косметолога. Я не могу сказать, что это какой-то ошеломительный результат, который виден спустя 8 процедур. Но я как вспомню, сколько раз я туда ездила. И если бы мне нужно было это продолжить. И кстати, за пакет процедур я заплатила ровно столько же, сколько стоит этот прибор. Поэтому я могу смело сказать, что да, я сама даже купила бы это устройство. Что это такое? Это устройство для домашнего использования, которое как раз помогает выполнять процедуру микротоков дома самому. И производитель советует использовать его 5 раз в неделю на протяжении 60 дней. И тогда как бы гарантированно мы увидим уже первые хорошие результаты. И дальше можно перейти на 3 раза в неделю, сколько там хотите. Этот гаджет подтягивает кожу. Я смотрела несколько обзоров, фото до и после. Я тоже это сделаю, потом мы с вами посмотрим. Но мне нравится, что явно ощущается вот этот лимфодренажный эффект. Это устройство должно помогать нам подтянуть овал. И в общем, все, что мне нужно после 30. Я понимаю, что нет какой-то волшебной таблетки. Но делаю, что могу, как видите. И это устройство нельзя использовать на сухой коже, потому что это работает как электрошокер. Это не самое приятное ощущение. В наборе там был гель. Лично он мою сухую кожу быстро впитывается. Я такая, что вообще произошло? Потом неприятно, да? Это легкое такое покалывание. Поэтому я использую этот гаджет с масками. У меня есть любимая маска от Айзенберг. Она гелевая. Просто выбирайте какой-то гель, который не сразу впитывается. Я обожаю эту маску. Она очень хорошо увлажняет. В сочетании с вот этой штукой у меня всегда такая увлажненная, успокоенная кожа. И при этом я ощущаю, что улучшается циркуляция крови. И опять же лимфодренажный эффект. Не настолько опухшая утром, если я вечером сделаю такую процедуру. И я даже потом по видео вижу, когда я ее делала день назад, а когда нет. В качестве замены вот этой дорогой маски, я понимаю, что она стоит очень дорого. Поэтому вот советую такую от COSRX. Я уже половину использовала. Она выглядит плотненькой, но когда начинаешь ее разносить, она превращается в гель. И на ней тоже неплохо работает вот этот гаджет. В общем, посмотрим потом на конечный результат. Вообще микротоки это одна из первых антивозрастных процедур, которую советуют косметологи. Сейчас я все выполняю дома и, слава богу, экономлю свои деньги и свое время. Еще я не могу не вспомнить об этом гаджете. Это действительно очень хорошая вещь для домашнего ухода. Причем также для массажа. Классно расслабляет вот эта сторона. Это щеточка Foreo. У меня Foreo Luna 2, насколько я помню. Она у меня несколько лет. Я не так часто не вспоминаю. Сейчас это не реклама. Просто вот если вы хотели, если вы планировали купить, то я тоже вам рекомендую. Недавно ко мне пришла пасхальная коробочка Look Fantastic, где есть мини-щетка Foreo. И я разыграю ее в каком-то супер наборе для вас, потому что у меня есть новый хайлайтер NARS, который мне очень нравится. И такие средства, которые вот прям вау, они дорогие. И мне хочется сделать какой-то такой приятный подарок вам. Устроить классный розыгрыш. Он уже был или еще будет. Я не знаю, как будут выходить эти видео. И также у косметолога я подсмотрела гель от марки Holy Land. Он также у меня был, который она использовала после всяких кислотных процедур. То есть после таких пилингов, когда лицо разъяренное, после чистки. И я допользовала целую баночку. Очень хорошее средство. Там в составе есть и алоэ, и всякие успокаивающие такие ингредиенты. И недавно у меня появилась вот такая чудесная вещь. Я использую ее как маску. Если у вас регулярно покраснение. Если вы, не дай бог, получили какой-то ожог от маски. Если вы себе что-то надавили. И вы не знаете, чем спасаться, чем лечиться. Вот делюсь с вами своим открытием. Я также рассказывала о масках от марки Benton. С центеллой азиатской. А вот сейчас у них появился гель. Ну, в всяком случае, он у меня только сейчас появился. Я его попробовала. Здесь 80% центеллы азиатской. Это мощный, успокаивающий, заживляющий компонент. И вот эта вещь буквально спасла мое лицо. Мне кажется, что я как минимум еще две недели ходила бы с помидорным лицом. Если бы не эта вещь. Также она помогает мне справиться с теми высыпаниями, которые у меня. После чудесной маски. Мне кажется, что я уже никогда не вернусь к тому, что было раньше. Вы меня спрашивали, зачем я сдирала эту маску. Она просто не размокала. От нее по-другому не получалось избавиться. Короче говоря, если у вас высыпание. Если вы себе что-то надавили перед важным событием. Вот этот гель тоже работает точно так же, как профессиональное средство в кабинете косметолога. Сравнивала. Знаю, делюсь с вами. На этом у меня все. И надеюсь, что вам было со мной интересно. Что информация, о которой я с вами поделилась, была полезной. Что вы получили нужную дозу вдохновения и мотивации. Лично я да. И надеюсь, что мы вместе с вами будем ухаживать за собой в домашних условиях регулярно. И я все-таки считаю, что то, что мы сами можем сделать дома, это может быть настолько же эффективно, как у профессионала. На этом мы с вами прощаемся. Всем хорошей, солнечной, теплой весны и летом. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.